Зомби и пушечное мясо. Так в целом украинские солдаты характеризуют наемника в российской частной военной компании «Вагнер». Уровень индивидуальной и групповой подготовки у вагнеровцев очень слабый. Часто они даже не ориентируются на местности. Идут в прямом смысле на убой. Далее рассказ украинских бойцов о том, как им удается противостоять этой злой бездумной силе. Поведение вагнеровцев, мягко говоря, неадекватное, рассказывают украинские военные, которые сталкивались с ними на передовой. Если вы видели войну Z, в принципе, все очень похоже тут. Они вот какой символ себе выбрали. Они таки работают. Они просто идут, не наклоняются. Они просто прут, как зомби. На вооружении у «Вагнера» есть танки и артиллерия. Даже самолеты. Но боевую технику руководство частной компании экономит. Ведь живая сила, а именно завербованные в ЧВК заключенные, это гораздо дешевле. У них работал миномет. Танк работал или нет? Дальняя артиллерия была, потому что прилеты были хорошие. А в выходе в миночек? Так, так. И в основном миномет, от которого многие у нас, конечно, и пострадали. Мы сейчас по противным и выносили. В основном это живая сила со стрелковым оружием. РПГ, гранаты. Действия наемников ЧВК «Вагнер» на поле боя можно предугадать, утверждают украинские военные аналитики. А маршруты продвижения просчитать и заранее пристреляться. Непрофессионально работают. То есть они идут просто на смерть. Они знают, если они вернутся, то погибнут 100%. Их просто там, как они говорят, обнуляют. А тут еще есть какие-то варианты. Можно быть, например, легко раненым. И если тебя вытянут, это тоже под вопросом. То на какое-то время ты получишь отпуск. Наспех подготовленные и отправленные на убой. Наемники сами сознаются, что вояки из них никудышные. Все дело в количестве живой силы, забрасываемой на фронт. Сам пошел воевать? Я воевать не воевал. Я амнистию хотел получить. А, это вот, Вагнеревец, да? Да. Был один пленный. Он также интересные вещи рассказывал. Он говорит, что он лично не видел заградотряды. Но много парней об этом говорили. Что они действительно существуют. Говорил, что за вино могут отрезать мизинец на левой руке. Или просто обнулить. И это все делается показательно. У них такая мотивация, что если ты не пойдешь, тебя просто убьют. По данным британской разведки, сейчас на Донбассе воюют около 50 тысяч вагнеровцев. Из них 40 тысяч – бывшие заключенные. Противник будет уничтожен, уверены украинские защитники, невзирая на пополнение рядов российского пушечного мяса.